По традиции в Сыктывкаре ветераны собираются на театральной площади. Здесь к празднику запустили фонтаны. В ожидании начала торжеств фронтовики делятся своими воспоминаниями о победе. К нам приходит оперативник, веселый такой, мы смеемся. Ты что, подженился? Ой, девчонки, война окончилась. Что тут было? И слезы, и радость, и в общем все. Затем колонна ветеранов под звуки песни «День Победы» идет по улице Коммунистической. Фронтовиков восторженными криками встречает молодежь. «День Победы! День Победы!» Первая остановка возле Вечного Огня. К мемориалу возлагают цветы. К 11 ветераны подтягиваются на Стефановскую площадь. С разброма нацикской Германии начался новый белье в мировой истории. Наша земля не знала ни ужасов, артов стрелок, ни авиаторёков, но республика вложила свой неоценимый вклад в победность. 170 тысяч человек были призваны через военкоматы республики на фронт. Более 3-ти из них навсегда остались в маеелах. На главной площади столицы в этом году не традиционный парад, а большое театрализованное действие. В нем задействовано больше тысячи человек – артисты, школьники, студенты и, конечно же, военные. Массовость праздника подчеркивает и новый порядок ограждений. В этом году они на 30 метров ближе к центру. Это означает, что площадь вместила больше людей. Впрочем, основное внимание ветеранам. Это для них в первую очередь концерт, парад, солдатская каша и фронтовые 100 грамм. В селе Мордина Карткировского района в День Победы открывают отреставрированный памятник бойцам Великой Отечественной. На памятных досках 178 имен солдат, не вернувшихся с фронта. Очень все рады, конечно, не только я и мои родственники, и все население, что наконец-то мы сегодня открываем через 23 года новый памятник. В Воркуте праздник впервые на площади перед спорткомплексом «Олимп». И впервые музыкальное сопровождение торжества обеспечивает гражданский оркестр. Перед зрителями – дефиле военных мундиров. Мимо трибун торжественным маршем идут колонны военных, школьников и студентов. Праздничное шествие 9 мая можно было увидеть и в Сосногорске. Это что-то неподражаемое, незабываемое. В Печоре парад Победы проходит возле отреставрированного мемориального комплекса «Вечный огонь». Мимо трибун едут грузовики. На платформах – застывшие картины самых ярких сражений Великой Отечественной. Москва, Ленинград, Смоленск, Сталинград. Молодежь Печора несет огромную 25-метровую георгиевскую ленточку – символ Победы. Мы в Соктовдинском районе воспитанники конно-спортивной школы подготовили театрализованные представления. Главные его участники – кони. В годы Великой Отечественной в конных дивизиях воевали около 20 соктовдинцев. Им и посвятили выступление. У меня тут родственники, все дети, и у всех слезы это текли, потому что это невозможно, чтобы было осмотреть. Девочки, когда в этих платьях белых невесты, я не знаю, так трогательно. И вот эти вот на пони, когда вы выскочили под шикарную музыку, огромное спасибо, просто душевное огромное спасибо. А в ночь на 9 мая во всех селах Соктовдина люди зажгли свечи в память о всех погибших. В городах Коми торжества завершились праздничным салютом. Светлана Некрасова, телеканал Юрган.